Я ведь встречался с Геннадием Онищенко тогда, когда обсуждались вопросы по борьбе с фонограммами. Я был таким самым активным борцом с фанерой. А ведь его ведомство отвечает за то, чтобы артисты пели вживую. И, соответственно, если поет под фанеру, будут наказаны. Мы встречались, у меня осталось впечатление от человека, который искренне болеет душой за дело, очень сильно переживает и многое делает. Конечно, такой фигурой, которая сумел из такой скучной, неблагодарной работы, ну что такое там санэпидем, ну это смешно вообще говорить, да? Контроль за тем, чтобы там картошка была в ресторанах правильно помыта и так далее. Сделал из этого, стал серьезной фигурой на таком медиапространстве. Любой идея, он стал практически, как говорят, наверное, практически по статусу выше, чем и больше вносил вклад в реальные отношения между народами, чем в Министерстве иностранных дел. Фактически он его заменил. Если Лавров там как бы выступает, ну строго, сухо и по делу, да, то он умел какими-то этими такими яркими красками раскрашивать любое там, как только ухудшались отношения с кем-то, мгновенно запрет там, я не знаю, там, на вино, сыр там и так далее. Жалко, что такие яркие фигуры уходят. Конечно, в должности помощника президента он будет приносить много пользы, но это все-таки уже не такая публичная. Мы его теперь будем гораздо реже видеть на экранах телевизоров.